Здравствуйте мои дорогие! Сегодня я хочу с вами поделиться радостью. К нам пришла соседка тетя Алла и у нее на участке нашлись ежики маленькие. Посмотрите какие они красивые, колючие, но не очень. Давайте я вам расскажу сегодня о этих красивых зверьках. А вы знаете, что ежики появились на земле приблизительно 15 миллионов лет назад. И по своим происхожениям они обязаны черту. Дело было так, черт сидя на пне приводил в порядок свою шкурку, расчесывал ее. Волосы он скидывал на землю. Вот из этих волос и появился еж. Еще один интересный факт, что в античный период шкурки ежей сушили, натянув на дощечки, получались прекрасные гребни для шерсти овец. Издавна цыгане употребляют ежиковую пищу. Конечно, это же злостно и нехорошо, но они уже продолжают это делать много-много лет. А вы знаете, что ежики рождаются голыми, без иголок. Иголочки у них появляются через 2-3 дня. Интересное происходит знакомство ежей с новыми запахами. Сначала зверки пробуют предмет на вкус, облизывают его. При этом во рту ежа появляется душистая слюна. Но на этом знакомство не заканчивается. Теперь в ход идут иголки. Ежи трутся от предмет с незнакомым запахом. Такое поведение ежей было замечено при знакомстве их с сигаретами. Они накалывали окурки на свои иглы. Но существует мнение, что окурки они накалывают не случайно, потому что на ежах селятся клещи. Они селятся у них на спинах, попадают на кожу и высасывают их кровь. Еще один такой интересный факт. Ежи впадают в спячку на 128 дней. Так как в это время они становятся хладнокровными, их температура падает всего-навсего, является 2 градусами. Нормальная же температура, период бодрствования ежей, есть 34 градуса. Еще такой момент. Они при виде серьезной опасности начинают испражняться, а потом вываливаются от своих фекалий. Это, конечно же, способ защиты. Маленькие ежики где-то с мамой бывают месяц, а потом мама от них уходит. Если вы когда-то увидите у себя на участке ежа в паре где-то 2-3 ежика, это значит, что идет мама с маленькими малышами. Отец рядом с ними не ходит. И вообще-то еще интересное такое бытует мнение, что у каждого ежа есть своя территория. Другой ежик не имеет права идти на его территорию, потому что они начнут драться. И ежики еще могут стать домашними животными. Но почему их не держат дома, в квартирах, потому что они создают очень громкий топот своими задними ножками. И будет всех жильцов дома. У маленьких ежиков, так и у больших, есть такое интересное свойство. Яд на них не действует, потому что они имеют в своей крови противоядие. Не только на яд гадюк, но и на мыщак, опиум, синильную кислоту. А вот иглы некоторых видов ежей ядовиты. Но хотя ежи не вырабатывают яд, он остается на иглах после встреч с ядовитыми жабами. Ежей, как я сказала, уже легко приручить. Они прекрасно находят язык не только с вами, но и с собаками и кошками. Еще поговорим, что любят кушать ежи. Ежи любят кушать, конечно же, жаб и мышей. Но если они, конечно, догонят мышей. У ежиков есть хвостики, но мы их не видим, потому что они длиной 3 сантиметра. А также у ежиков есть 36 зубов. Они к старости выпадают так же, как у нас, у людей. При опасности ежики сворачиваются в клубок. Исключением является ушастый еж, который спасается от врагов бегством. Ну, все, что я вам могла рассказать о этих прекрасных и милых животных. До скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok